Наш сегодняшний урок посвящен Вооружённым силам России. Давайте разберёмся, каково их основное предназначение. Основные задачи Вооружённых сил Российской Федерации определены в военной доктрине Российской Федерации, которая является одним из основных документов стратегического планирования в Российской Федерации и представляет собой систему официально принятых в Государстве взглядов на подготовку к Вооружённой защите и Вооружённую защиту Российской Федерации. В соответствии с доктриной Российская Федерация считает правомерным применение Вооружённых сил для отражения агрессии против неё и её союзников, поддержания, восстановления мира по решению Совета безопасности ООН, а также обеспечение защиты своих граждан, находящихся за пределами Российской Федерации. Основными задачами Вооружённых сил и других войск в мирное время являются защита суверенитета Российской Федерации, целостности и неприкосновенности её территории, стратегическое сдерживание, в том числе предотвращение военных конфликтов, поддержание боевой и мобилизационной готовности и подготовке стратегических ядерных сил на высоком уровне, своевременное предупреждение Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации Президента Российской Федерации о воздушно-космическом нападении, оповещение органов государственного и военного управления войск о военных опасностях и военных угрозах, обеспечение противовоздушной обороны важнейших объектов Российской Федерации, охрана важных государственных и военных объектов, защита наших граждан за пределами Российской Федерации от вооружённого нападения на них, участие в операциях по поддержанию, восстановлению международного мира и безопасности, борьба с пиратством, обеспечение безопасности судоходства, борьба с терроризмом, подготовка к проведению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и восстановлении объектов специального назначения, участие в обеспечении режима чрезвычайного положения. Основными задачами вооружённых сил и других войск в период непосредственной угрозы агрессии являются осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня угрозы агрессии и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности, поддержание потенциала ядерного сдерживания, участие в обеспечении режима военного положения, осуществление мероприятий по территориальной обороне, выполнение международных обязательств Российской Федерации по коллективной обороне. Основными задачами вооружённых сил и других войск в военное время являются отражение агрессии против Российской Федерации и её союзников, нанесение поражения войскам силам агрессора, принуждение его к прекращению военных действий. Будучи постоянным членом Совбеза ООН, Российская Федерация несёт ответственность за поддержание мира и безопасности на планете. Для осуществления миротворческих операций по мандату ООН или по мандату СНГ Российская Федерация предоставляет воинские контингенты в порядке, установленным федеральным законодательством и международными договорами Российской Федерации. Россия несёт особую ответственность за сохранение безопасности на пространстве СНГ. В последние годы военнослужащие из миротворческих подразделений Вооружённых сил Российской Федерации выполняли задачи по поддержанию мира и безопасности в нескольких регионах. Например, в Приднестровье в целях мирного урегулирования вооружённого конфликта и на основании соответствующего соглашения всё ещё находятся совместные миротворческие силы России и Молдовы. Другим важным аспектом участия Российской Федерации в международной миротворческой деятельности является направление в миссии ООН военных наблюдателей. Они служат на Ближнем Востоке, в Западной Сахаре, Демократической Республике Конго, Кот-де-Вуаре, Либерии и Судане. Примечательно, что наша страна входит в первую десятку по количеству военных наблюдателей в ООН. Военно-миротворческая операция Российской Федерации в ходе Гражданской войны в Сирийской Арабской Республике ведётся с 2015 года и по настоящее время. Эта операция стала первой в истории постсоветской России, когда российские военные приняли участие в боевых действиях за пределами бывшего СССР. Кроме того, российские военнослужащие входят в миротворческий контингент Организации договора о коллективной безопасности. Этот контингент был сформирован в октябре 2007 года. Он предназначен прежде всего для участия в операциях по поддержанию мира на территориях государств-членов ОДКБ. В любых ситуациях, чрезвычайных и повседневных, сохраняйте спокойствие, соблюдайте правила безопасности и берегите себя.